Здравствуйте, уважаемые родители. Меня зовут Аркадий, фамилия моя Тверской. Я врач-реабилитолог. По роду своей работы много лет я возглавлял детский реабилитационный центр, который занимался вопросами диагностики, профилактики проблем у детей, связанных с нарушением ортопедической, неврологической системы. Когда мы начали заниматься этой проблемой, выяснилась одна очень интересная вещь, о которой я хочу вам рассказать. Дело заключается в том, что практически очень большое количество проблем у детей связано с повреждениями в последние месяцы, в последние недели даже беременности и в период родов. Почему это происходит? Дело в том, что природа заложила в человеческом организме очень рациональные и очень простые вещи, нарушение которых оказывает влияние на здоровье человека. Плод из чрева и злона матери выходит по родовым путям. И выходит он совершенно определенным образом. Если вы когда-то видели картинки, или видели ролики, или просто кто-то вам рассказывал, вы можете это посмотреть. Обратите внимание на то, что плод выходит в очень конкретной, в очень определенной позе. При нормальном течении рода головка идет вперед, согнутое, и основной путь, основное место, которым ребенок проталкивает родовые пути матери, это верхняя часть головы, особенно соединение двух теменных и лобной кости. То есть ребенок выходит, наклонив голову, примерно вот так. Почему это происходит именно так? Дело все в том, что распределение силы тяжести, а в период родов ребенок испытывает, его организм испытывает очень большие перегрузки. Так вот, чтобы позвоночник, шейный, грудной, поясничный отдел был в порядке, очень важна правильность этого пути. Можно это сравнить с работой штангистов, которые поднимают очень большие тяжести. И основная задача штангиста не в том, чтобы накачать свои мышцы, а в том, чтобы правильно поднять тяжелую штангу. И обратите внимание на соревнования штангистов. Если тяжелоатлет поднимает штангу не совсем правильно, она просто его уводит в сторону. Он падает и ломает себе, в том числе и позвоночник. У новорожденного ребенка все происходит точно так же. Его сила тяжести распределяется равномерно. И если малейшее движение способно изменить эту траекторию, то ребенок получает родовую травму. Она может быть более значительной, она может быть менее значительной. Но последствия в любом случае на ребенке скажутся. Мы занимались этим на протяжении 15 лет. Была защищена не одна диссертация на эту тему. И мы доказали совершенно определенные вещи. Причем доказали даже рентгенологически. Дело в том, что при малейшем нарушении изменения головы ребенка в родах происходит нарушение расположения первого-второго шейного позвонка, которые являются ничем иным, как основанием черепа. Они не видны снаружи. На них одет череп. Они абсолютно закрыты. Но в момент давления, в момент резкого воздействия извне, при прохождении ребенка через родовые пути, это нарушается. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что изменяется кровоток коры головного мозга. Почему? Потому что практически вплотную к первому-второму шейному позвонку располагаются артерии, питающие все центры коры головного мозга. Это и сонная артерия, это и позвоночная артерия, это и артерия, так называемая артерия коротис. Они входят в отверстия, располагающиеся вдоль шейных позвонков первого и второго. И дальше распространяются по всем отделам коры головного мозга, питая все центры, отвечающие за деятельность организма. И при повреждении первого и второго шейного позвонка, даже микроскопическом повреждении, нарушается течение крови к этим отделам. И какие-то отделы, даже мельчайшие кусочки коры головного мозга недополучают питание. И это нарушение приводит к изменениям состояния ребенка. Если повреждение тяжелое, это приводит к тяжелым нарушениям функции, в том числе и так называемому детскому церебральному параличу. Если нарушение менее тяжелое, и участок коры головного мозга небольшой, центр незначительно поврежден, то последствия этой травмы сказываются после. И очень часто это является следствием, либо как это проявляется у ребенка в раннем возрасте, на ранних этапах его развития. Прежде всего, это проявляется в повышении тонуса мышечного. Вы очень часто можете наблюдать, что дети, когда их ставят, даже маленькие новорожденные дети, когда их ставят на ножки, поддерживая, они встают на цыпочки. Это происходит от того, что мышечный тонус стоп повышен. Это первый признак нарушения, первый признак родовой травмы. Активность ребенка, его беспокойство, его плач в раннем возрасте, сильно не успокаивающийся, его какие-то проявления, которые не совсем вписываются в нормальное состояние, практически в большинстве случаев, являются следствием повреждения коры головного мозга, следствием повреждения первого и второго шейного позвонка. Дальше, с возрастом эти проявления возникают гораздо более объемно. Ну, например, такие проявления, как ранняя близорукость у детей, как раннее развитие бронхиальной астмы, как ранняя гиперактивность, то есть беспокойство, неусидчивость, неумение концентрироваться, какое-то отставание в физическом или психомоторном развитии, очень часто под собой имеет причину повреждения шейного отдела позвоночника. Об этом можно рассказывать достаточно долго, и в следующих наших встречах я продолжу вам рассказывать о том, что, как диагностировать и на что нужно обращать внимание вам, родителям. А пока два слова о том, что же делать, что предпринимать. И первое, что вы должны предпринимать, вы должны обратить внимание специалистов, невропатолога и ортопеда на это, и вы должны подключить реабилитационные мероприятия. Это может быть массаж, это правильное грудное плавание, это правильный массаж области шеи, это правильная работа с мышцами. Поэтому прежде всего нужно проконсультироваться у специалистов. В нашем центре, в центре БРДАВИД, такие специалисты работают, и у них очень большой положительный опыт работы многолетней. Опыт работы с такими детьми, как с детьми для работы с ранним выявлением такой патологии, так и с лечением патологии, как очень тяжелой, запущенной, так и совсем небольшой, но эта небольшая патология привлечет за собой впоследствии массу неудобных патологических моментов, которые на самом деле мы можем избежать. Поэтому не затягивайте, не надейтесь на то, что это само пройдет, а консультируйтесь у специалистов, и специалисты всегда вам придут на встречу, придут на помощь. Спасибо за внимание.